Здравствуйте, уважаемые любители Моя Баран! Мы с вами продолжаем двигаться по базе и следующим, что мы будем рассматривать с вами ручки, 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 ручки и, соответственно, начнем с прямым ударом с прямого удара рукой Что вы должны запомнить? Во-первых, как это ни парадоксально хотя ничего парадоксального нет но удар голой рукой и технически, и тактически всегда будут отличаться от удара рукой в перчатке Особенно это можно заметить на примере любительского бокса когда перчатка расположена таким образом что вы нормально руку сжать не можете и фактически получается, что рука немножко вот так выкидывается Так вот, с точки зрения голой руки это недопустимо Вы себе выбьете все Это первое Второе Вот у нас есть Федор, да? И при ударе кулаком, если мы попадаем в зубы мы себе рассекаем вот эти части И не факт, по моему опыту, что получит повреждение больше он А вот рассечение у вас будет конкретное и заживает оно очень долго и очень неприятно Потому что здесь рука сгибается Вот, и это, соответственно, может и нагнивать и все такое Вот, поэтому здесь тоже есть моменты безопасности То есть, в идеале нужно бить не в бубы или в рот, в идеале нужно бить в подбородок Вот, либо заходить вообще сбоку немножко в человека Но не в зубы, потому что вы, может, конечно, крутой зубы выбьете Но вполне возможно, вы получите себе рассечение руки Что весьма неприятно По горячке это, конечно, незаметно Но потом, потом будет трабли Итак, теперь обращаемся непосредственно к технической части Как у меня тренируют технику удара рукой Значит, мы располагаемся в параллельной стоечке В параллельной стоечке, да? Расположились мы в параллельной стоечке И начинаем учиться закручивать Мы начинаем прокручиваться, да? Мы прокручиваемся для того, чтобы научиться бросать импульс От стоп в плечи, от плеча в локоть, от локтя в косты Следующий этап, мы выбираем точку Выбираем точку И начинаем, проворачивая руку Вот этой костяшкой целиться в эту самую точку Хоп 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 Движение начинается с импульса ноги Переводится в таз Из таза переводится в плечо Выталкивает локоть Доверчивая кисть И поехали И поехали Обратите внимание Когда я делаю вот это действие Вот здесь вот я создаю Минимальный зазор Который с одной стороны позволяет мне видеть, что происходит А с другой стороны максимально защищает мне лицо Приподнимается плечо в конце удара Поворачивается вот эта часть И таким образом мы с вами учимся наносить точно и правильно прямой удар Прямой удар Это основа всего Всех ударов руками Если вы умеете делать прямой удар Вы научитесь сделать все остальное Если не умеете Все остальное изучать Неграмотно Потому что косяки Которые будут в прямом ударе Они в геометрической прогрессии Будут у вас во всех остальных действиях И это приведет Как минимум К ошибкам во время боя Как максимум Конкретным травмам И теперь мы переходим К во второй части Перебивка была Соран Итак Господа товарищи Сейчас есть очень актуальная вещь Весьма популярная Ну плюс Постоянно Гремит в новостях Это опасность Что вас зарыжет Существует куча школы ножевого боя Существует куча самооборонских тем Связанных с защитой от ножа И так далее И тому подобное Но первое Что я вам хочу сказать Это Об иллюзиях Есть два типа иллюзий Первый тип иллюзий Если вы не умеете работать с ножом То защищаться от ножа Вы не научитесь никогда Второй тип иллюзий Если вы пошли в ножевую школу Это абсолютно не значит Что вы легко взяв нож И сможете все это изобразить Потому что учебный нож Нож настоящий Вещи разные И все что вы изображаете С безопасной вариацией Блин Абсолютно не значит Что вы сможете изобразить С опасной вариацией Вот Поэтому все свои навыки Вы будете должны делить на четыре Все что вам кажется Что вы делаете Плюс очень часто изучают Так называемую Фехтовальную манеру Которая Так называемая Спортивная Которая предполагает Стан Предполагают Легкие уколы И с точки зрения Улички Это Ну такое себе Конечно Безусловно Это лучше Чем ничего Но Это опять же Дает Многим людям Иллюзию Поэтому Ребят Давайте Избавляться От иллюзий Нож Не орудие Самозащиты Беря в руки Нож Вы переступаете С одной стороны С другой стороны Если у человека Нож Это Не повод Обсираться И Поднимать Ручки вверх Что все Закончено То есть Шансы Есть Шансы Всегда Но вы должны Всегда знать Что при Наличии Шансов Если у вас Только нет Длинного Предмета Вас все равно Порежут Порезы Все равно Будут Вы должны Быть К этому Морально Готовы Потому что Штука Это Непредсказуемая А еще Одна Иллюзия Что Вы можете Что-то Там Выдержать То есть Когда Бьют Кулаком Можно Принять Пару Ударов На себя С ножом Это Не прокатывает Первое Попадание Может Оказаться Фатальным Вы Это Должны Поним Такие Интересные Расклады Да Вот Это Мой Любимчик Что Мы Видим Мы Видим Три Типа Ножа С Которыми Можно Тем Или Иным Обратить И Складной Это Складной Складной Мне Нравится Вот Этот Почему Он Не Нравится Потому Что При Должном Желании Вот Его Как раз Можно Использовать Как Орудие Самообороны То есть Не Раскрывая Нож Прости Андрюк Да Я сниму Круп Подожди Да Блин Фокус Просто Гуляет Разверни Не Раскрывая Нож Вы Можете Человек Отбить Руку Здесь Можете Отбить Руку Здесь Нанести Контратаку По руке И Соответственно Это Может Использоваться Как Орудие Самозащиты Все Остальное Ребята Это Статья И Вы Должны Это Понимать То Да В Крайнем Случай Если У вас Выбора Нет Вас Зажали В угол И Стоит Разговор О Вашей Жизни То Да Во всех Остальных Случаев Ну Его Нахрен Если Вы Хотите Само Обороняться С помощью Предметов Используйте Такое Используйте Такое Это Не Фатально И Это Соответственно Дает Навык С которым Вы Можете Работать И Гораздо Более Дверенно Себе Чувствовать Здесь Вы Человека Ну Очень Трудно Можно Убить Но Как бы Трудно И Соответственно Дает Вам Возможность Использовать Это Именно В Самозащите А самое Главное Ни Одна Рамка Ни Один Полицейский К вам Ну Ничего Не Сможет Сказать Про Это Но Возвращаемся К Нашим Баранам Нож Что Такое Нож Нож Это Кисть Гибкая Кисть Перемещение Мы С вами Начинаем Работать Первое Упражнение С которым Мы Начинаем Работать Это Кисть Раз Два Три Раз Два Три Это Мало Мало Имеет Отношение К Боевухе Но Это Привычает Вас К Работе С Ножом К Мягкой Кисти И Заставляет Вас Лучше Чувствовать Вот Этот Пример Пожалуй Пожалуй На этом Мы С вами Закончим Обзор Экскурсии По ножам И Дальнейшую Работу Рассмотрим В следующих Выпусках Рассмотрим